Вообще не собирался сегодня что-либо снимать, просто хотел потренироваться проходить на лыжах слаломную трассу. Но DJI Osmo Action лежала в кармане, и когда я поднимался на бугленном подъемнике наверх, слаломную трассу проходил платон. Я решил быстро достать камеру из кармана и снять, как он проходит слаломную трассу. И что интересно, на одной стороне горы в кадре происходит мерцание от фонарей, а на другой стороне горы этих мерцаний нет. Но суть не в этом. Приехал домой, загрузил все это отснятое в компьютер и решил немножко подшаманить отснятое. И вот что получилось. Да, шумы никуда не делись, они присутствуют, но сама картинка выглядит очень даже приятно и достойно. Но это на мой непрофессиональный взгляд. А сейчас я стою под фонарем, и вы должны видеть мерцание. Сейчас я покажу, как с этим нужно бороться. Надеюсь, поможет. Захожу в настройки камеры и ищу защиту от мерцания. Вот она. У меня стоит авто. Я ставлю на 50 ГГц. Закрываю и смотрим, что получается. Насколько я сейчас вижу в экранчике самой камеры, мерцания пропали. Я уже делал некоторые эксперименты. Ставил 60 ГГц. Мерцания были еще больше. Сейчас я вам это покажу. А при 50 ГГц никаких мерцаний нет. Осталось все это попробовать на горе. И тогда я точно могу сказать, что это работает. Ну а пока включаем 60 ГГц. Опять в настройке. Защита от мерцаний. Ставлю 60. Закрываем. Включаем. Ну даже так, по-моему, видно, что есть мерцание. Ну да, даже присматриваться не надо. Все мерцает. И кадр стал намного темнее. В общем, 60 ГГц не канает. Авто как повезет. А 50 вроде как лечит вот это мерцание. Осталось все же испробовать все то же самое на горе. И тогда уж все будет точно понятно. И еще раз сам для себя решил проверить защиту от мерцаний на авторежиме. Мерцания есть. Да, не такие явные, как на горе. Но есть. То есть на горе все было бы гораздо хуже. И хочу еще поиграться с количеством кадров в секунду. Выставил 60 кадров в секунду. Стало еще хуже. Сделаю самое маленькое количество кадров в секунду. 4К, 24 кадра в секунду. По-моему, тоже все очень плохо. На 30 кадров в секунду было все гораздо лучше. В общем, все. На сегодня заканчиваю. Нет, еще не закончил. Нужно попробовать все то же самое. Но в режиме HDR. Снимает HDR по-другому. Кстати, мне этот режим очень нравится. И если я что-то снимаю со штатива, то именно в HDR. Если камера двигается, тогда в обычном режиме и в HDR мерцание тоже есть. Я уже посмотрел и все это видел. Всем спокойной ночи. Спать. Вместо того, чтобы лечь спать, взял, засунул карту памяти в компьютер. Кстати, давайте посмотрим. Когда машина проедет. Когда какие-то вот такие происходят телодвижения непонятные, то мерцания проявляются еще больше. В общем, засунул карту памяти в компьютер и посмотрел, что происходит. Я где-то расстроился, потому что при 50 ГГц нет полной уверенности в том, что эти мерцания пропали. То ли шумы тут играются, то ли мерцания непонятно что. Ну и раз я уж тут на улице, то у нас есть еще 1080. Попробуем их. 1080, 60 кадров в секунду защита от мерцаний авто. Почему 60 кадров в секунду? Потому что именно на 60 все еще работает стабилизация. Все, что выше, уже стабилизация не работает. Все мерцает. Сам это знаю, поэтому выставляю 50 ГГц. Те же 1080, 60 кадров в секунду, 50 ГГц. Ситуация должна измениться в лучшую сторону. Но опять же, это я увижу только на экране макбука. И в комментариях, естественно, я напишу, что из этого всего получается. Мое мнение. Хотя, может быть, я рано расстраиваюсь, потому что все покажет себя на горе. И при этих фонарях, которые на горе. Давайте максимальное количество кадров в 1080. 1080. 240 кадров в секунду, 50 ГГц. Вообще мрак. Поэтому откатываем назад на самое минимальное количество кадров. Вот. 1080, 24 кадра в секунду, 50 ГГц. Надо бы еще то же самое попробовать в авторежиме. Но нет, чудо не случилось. В автозащите от мерцания появились вот эти вот плавные мерцающие штуковины. Не знаю, 720 пробовать, не пробовать, думаю, нет. На этом я точно остановлюсь. А пока в завершение включу для сравнения то, ради чего вообще этот видеоролик вышел. Как Платон с лаланой трассу проходил в темноте. И оригинальная дорожка, видеоряд. И подшаманиный видеоряд. Спокойной ночи, точно. 100% спокойной ночи.